Музыка Всем привет! Ну что, мы приехали на маяк, поднимаемся на смотровую площадку, посмотрим сверху. Итак, я поднимаюсь, Инсу платят. Он сказал, что 5,75 стоит. Он сказал, что по лестнице я подниматься не буду. В общем, Инсу не хочет подниматься, а я поднимусь, и мы с вами посмотрим, что там наверху. Инсу плохо, ленивый, не хочет подниматься. Так, сейчас посмотрим, здесь первая дверь. Здесь, наверное, еще не так высоко. Да, сюда мы не будем выходить, мы поднимемся повыше. Отсюда видим вся Тьеральда, вся верхняя земля. Ребята, я села на скамеечку, устала подниматься. Подниматься тяжеловато, я вам хочу сказать. Инсу поэтому и не пошел, сказал, не пойду. Ну все, пошли дальше наверх. Ну что, мы поднялись. Ну, что, я сел, по-русски. Пока. Пока. Сейчас не может быть. Салпадарай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочка мне там немножко рассказала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Строительство Два года они конструировали, добивались разрешений и так далее И только через два года, в 2016 году началось строительство этого маяка На самом деле это последний, наверное, построенный маяк в мире Именно маяк, потому что сейчас такими маяками уже не пользуются для места определения Сейчас у нас есть GPS разные Поэтому это был последний маяк Итак, я повторюсь, что уже в 2017 году этот маяк был построен и открыт И осталось немножечко до 2019 года там доделать какие-то мелочи И очень часто спрашивают, почему же этот маяк стоит среди гор Ну, на самом деле, ответ очень простой Сам бизнесмен, он занимался строительством кораблей И, естественно, что может построить кораблестроитель, какой-то маяк И, кроме того, я уже повторяю, что сегодня маяки больше не используются для определения местоположения или сигнализации кораблей Мы используем все GPS И также на этом маяке есть детские площадки Площадка для картинга для малышей Так что сюда приезжают не только туристы посмотреть на острова, которые бок из Дель Торо Там целая куча островов, не буду врать, сколько не помню, но очень много И Тихий океан виден, и кальдерьеры, в общем, все видно И есть ресторанчик, и детские площадки В общем, сюда приезжают и местные жители провести время, ну и также туристы Надеюсь, вам мой рассказ был интересен Кому понравилось, как всегда, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии Мне будет приятно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok